Сегодня постараемся обсудить вопрос, насколько в каждом из нас содержится некий большой мир, который стоит сохранять, стоит спасать, который является нечто самоценностью, а именно тем, что является душой. Хочется заметить, что большинство цивилизаций и культур понятия души не знали вовсе. А в некоторых цивилизациях и культурах, хотя, быть может, это всего лишь им приписывается, в древнеегипетской, душой обладали только некоторые субъекты, ну, например, фараон или, наконец, высшие жрицы. А всех остальных, простых крестьянин и рабов, в душе не было вовсе нисколько, ни капли, ничего подобного. Да и душа была различного рода ассорта, была душа... Это же все там на суд? Ну, не знаю. Нет, на суд-то, может, и идут. Так а что душа и дурмозаи? Не знаю, я не знаю. Поэтически понятен. Не знаю. Я не знаю, как у них дела обстоит. Я просто хочу заметить, что, например, для древних иудеев, для них души, безусловно, не было бессмертной. Очень похоже, что душа – это весьма позднее изобретение. Классической работой в этой форме и в блестящей художественной форме является небольшой рассказ Виктора Олеговича Плевина «Жизнь и приключения. Сарай номер 12». Каждому его рекомендую почитать. Речь идет о том, что стоит между помойкой и лесом около пятиэтажки некий сарай, окружение других сараев. И все, что он о себе вспоминает, это то, как его когда-то построили, когда дует ветерок сквозь овощей леса, его охватывает некое приятное возбуждение, когда ветер дует с помойкой, он его охватывает определенного рода недомогание. Неприятное омерзение. Да, неприятное омерзение какого-то рода. Он этого, в общем-то, не понимает. А испытывает и те чувства от того, что в нем хранят. В нем хранили два велосипеда и облачь. И он думал, что это так и должно быть. Он мечтал, как он выезжает за 50 километров, как мчится по ночному лесу, что-либо еще. А потом с ним послучилось нечто совершенно страшное. Страшное состоит, что рядом с ним были, как у нас, сарай 13 и 14, в которых ближайшая овощная лавка держала квашеную капусту и квашеную гуссу. И вот в него когда-то, он пытался тому сопротивляться, но его продали, его хозяин, и в него вкатили эту громадную катку с огурцами. Эту катку произносили посредине его, и с той параллельной все его мысли свелись к мыслям этой самой катки тупой жизни, когда вонючей, вот там чем-то там воняло таким неприятным. Но тогда он начал понимать своих соседей. Сарай 13 и 14. А у сарая 14, у него, его бочка, которая содержала, состояла в этом сарае, была, с одной стороны, подперта старым философским словарем. И поэтому он был не просто обладателем бочки, но он еще был бочкой с философией. И объяснял, что все, что там было у него связано с велосипедом, обручением и всем прочим, это всего лишь юношеские глупости. В то время как их надо вот идти и думать вот это унылое существование, связанное с содержанием в себе большой бочки, у кого с квашеной капустой, у кого с огурцами. Но в какой-то момент, когда бочка спала, и когда каким-то образом он нашел себе вот этот самый обруч, то он понял, что жизнь его в дальнейшем невыносима. Два правоблада, которые проходили сквозь него, ему удалось их замкнуть и, по большому счету, сгореть. Вот так получилось с сараем номер 12. И вот завхоз этого магазина, это описывается в блестейшей художественной форме. Она идет и вот видит некий велосипед, сколоченный из досок, который летит над шоссе, горящий такой. То он разгорается, то и исчезает. Что мы здесь видим? Мы видим, что человек является определенного рода наполнением. Что в него наполнят, то о том он по большому счету и думает. Точно так же компьютер является непросто, он же не обладает своей душой. Какое на него программное обеспечение поставишь, такое на нем пойдет. Безусловно, у каждого своя конфигурация. Windows, Linux, Microsoft Office, Open Office. И каждый поднастроен по своему пользователю. Но их различия не принципиальны. Они, по большому счету, случайны. По большому счету, процессор выполняет один и тот же набор команд. И в этом смысле нет никакого желания говорить, что у компьютера, или вот этого сарая 13, 14, 15, 16 или 20, у него есть некий собственный богатый мир. Кто в нем хранит велосипеды, тот и определяет все его бытие. Кто хранит в нем капусту, определяет бытие в гораздо большей степени. Вот такова наша замечательная история. И мы действительно видим, что ни один философ не может говорить ни в коем случае о душе, как в неком таком содержании, которое хранится внутри каждого человека. Говорят обычно нечто совсем другое. Например, Декарт говорит о Кобита. То есть он говорит о вещи мыслящей. Что такое вещь мыслящей? А это то, что мыслится. То есть мы берем, например, стул, смотрим на него, он имеет форму мысли. И в этом смысле я говорю, что я здесь есть. Я смотрю на камеру, камера передо мной опять имеет форму мысли. Я снова говорю, что она есть. Она есть, и я есть. А я есть, это вот чистая форма мысливости как таковой. То есть это некая форма, которая может быть... Если нет души, почему есть я? Вот я есть, да, а в душе нет, да. А как так? Ну вот как-то так. Душа – это иное выражение этого я. Да, ну вот смотрите, ну вот это декартовское я. Это форма мыслимости. Ну вот в ней нет чтойности как таковой. Надо обосновать, почему я есть, а души нет. Еще раз говорю, душа же – это своего рода, просто иное выражение я. Декард же противоположные точки зрения придерживается, то есть другого построения он берет и пытается понять, что принадлежит мне по-настоящему, а что для меня является приносным. И он говорит, что... Так, подожди, а откуда я-то есть? Не вот ты говоришь, мне принадлежит. Да, он говорит, что... Я-то есть? Да, он видит, я в каком-то смысле есть. Вот это и странно. В смысле декартовского когета, но в смысле какого-то содержания. Ты пойми, на самом деле, понимать душу как вместимость, на самом деле, конечно же, это глупо, и можно как угодно по этому поводу иронизировать, но душа – иное выражение того смысла, что мы понимаем под «я». А есть еще прямо противоположная точка зрения, которая говорит, что никаких когета и каких-то «я» нету, что у нас процесс мышления вот этого стула, собственно, процесс мышления – это ровно такой же процесс, как бочка с квашеной капустой. Ничем они не отличаются. В известном примере Виктора Олеговича Пелевина, который я только что разбирал, «Жизнь и приключения сарая номер 12», у него в качестве вот этого, то есть в качестве интенции, стоит старый красный обруч. Ну, красный обруч, с точки зрения Пелевины, сарая номер 12, он хранится наряду со сквашенной капустой. В этом смысле яблода, да, оказывается, таким же фактом, ровно с такой же онтологической ценностью, как первый поцелуй. И первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Индивидуальность есть, в смысле тела? Да, тело есть, как и у сарая тоже. Опять же слово «я», «душа», как это все способы, какие мы вот эту индивидуальность… Да, как тело, безусловно, как тело. Апистанное. Да, но ведь и у компьютера тоже, по большому счету, есть тоже тело. Да. Тот самый-самый процессор. Но то, что у него есть душа, то есть скрытые какие-то процессы, которые по нем простекают, они не являются уникальными. Более того, они ему чужды, они ему навязаны, извини. И с человеком так же. Просто сама метафора или там само сравнение человека с компьютером, может, больно оно как бы смешно. Понятно, оно как бы, короче, сравнивает человека с парового, с машиной какой-то паровой. Ну, не более смешным, чем сравнение человека с сараем. Ну, не более смешным, я не понимаю, сараем-то еще более смешным. Просто сам факт состоит, что все-таки компьютер рукотворная вещь, да, как-то нечто, что, в принципе, нам понятно, как, может, лично нам непонятно, но в целом, кто-то же бы произвел, да, как-то придумал схему там и круче. А как человек устроен, это непонятно. Быть может, надо постараться отнестись к душе как к чему-то совершенно образом непознанному, к которому нет аналогии в нашей повседневной жизни. Да, да, да. Она у человека есть, и декартовский ход тоже к ней не ведет, быть может, потому что, что говорит Декарт? Ну, Декарт говорит, что форма мыслимости – это и есть я. А все остальное, первый поцелуй, первый бой, ко мне не имеют никакого отношения. Это стихотворение Евтушенко, известное плохое стихотворение. Первый поцелуй, первый бой, все забирает он с собой. Если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. То есть целый мир забирает? Да. Таков закон неписанной игры. Не люди умирают, а миры. Отвратительные стихи, по-моему. Он нормальный. Вот, то есть некоторое богатство содержания, некоторое понятие души. И вот надо... Подождите, я еще раз говорю, давайте все-таки отойдем от простого определения, что душа – это вместилище. Давайте от этого отойдем. Точнее, содержание, почему? Ну, или содержание. Содержание. Это у Декарта душа, то есть я – это вместилище. Хорошо, я-то подразумеваю, что есть некого рода понятия, термины, которые должны обозначить нашу индивидность, нашу индивидуальность. Можно назвать это душой, я, сознанием, чем угодно. Но оно же все-таки есть. Есть же наша индивидность вначале, а потом наша индивидуальность. Ну, вот на самом деле очень похоже, что нет. Ну, во-первых, индивидность в смысле отделенности от других индивидуальностей есть, а индивидуальности нет. Индивидуальности нет, да. То есть своеобразности. Ну, как у компьютеров, да. Индивидность есть, индивидуальности нет. Ну, как человек, это самое... Два человека разделяя, с другим отличаются, так сказать, гораздо более существенно, чем два компьютера. Ну да, на одном выполняется Word, а на другом Excel, да. На одном процессе Word, а на другом Excel. Может быть, это сравнение проходит, но все-таки мы же... В одном банке... Человек, как считается, сложнее компьютер, и все-таки здесь металл... Да, безусловно, это определенного рода редукционизм. Но, по крайней мере, хочется заметить, что, безусловно, интуиция души какая-то есть. Но эта интуиция души, ни в одной из философий, по большому счету, по крайней мере, неизвестны такие примеры, когда она бы обосновывалась. Смотри, еще раз, давай так, вот, с чем ты просто споришь. На самом деле, у души есть один момент, который говорит о том, что душой обозначает некую индивидуальность, а второй момент говорит о том, что душа после смерти, она там, эта индивидуальность сохраняется, и что-то с ней происходит. Я, на самом деле, согласен с тем, возможно, что после смерти никакой индивидуальность не сохраняется. Но, тем не менее, какая-то индивидуальность прижизненная, она же есть. И, значит, можно говорить о душе, как о термине, который просто... Ну, в общем-очень приблизительном. Ну, это получается просто формальность. То есть, ты просто называешь душа, полагаешь, что что-то тебя отличает, а она полнит содержанием души. Нет, ну, как бы, даже в обычном языке слово душа, понятно, что под ней подразумевается. Да, понятно. Нечто, что нас душевляет, делающее нам жизнь. То, что мы как-то живем... Так, индивидуальность или все-таки жизнь? Душа. Да, и жизнь, и индивидуальность. Нет, просто индивидуальность выражается еще по такой вещи, как дух, да, или то, что он называет я. Как положено и шарики. Душа... То есть, я и душа отличаются. Нет, просто есть душа, как бы в душу в дух, как бы, да, как бы... Все больше и больше конкретизации. Да. Это уже можно отдельно разговаривать. Но в любом случае, как бы, это термин, который обозначает нашу индивидуальность. Ну, вот что-то он обозначает. Не индивидуальность, да. Вот тело индивидуальность, конечно же. Да, но вот и хочется, хочется заметить, что я же очень не люблю редукционизм. То есть, когда человека, например, описывают, сводя его то к паровозу, то к компьютеру, то к сараю. Сам вот очень будущий... А сам постоянно его критикуешь и сам же опять не возвращаешься. Да, но я просто хочу заметить, что в рассказе Пелевина есть некий редукционистский романтизм, безусловно. Но, тем не менее, хочется заметить, что подобного рода интуиция души, она, безусловно, существует. И мы примерно понимаем, что под этим есть. Но хочется заметить, что понятие души, оно никак не разработано, вообще никак. Ну, как из понятия свободы? Мы же понимаем, что понятие свободы... Мы знаем, что такое понятие свободы, но мы понимаем, что мы не можем ее свести к паровозу. Машина, блюдо на вас, ну, кого-то еще. То есть, некая данность есть. Но эта самая данность, она... Опять же, замечу, что у человека она есть. Да, да, да. Не компьютер, не какие-то другие приспособления, и существа, которые нас окружают, они на это не претендуют? Не претендуют, безусловно. И пытаться свести в этом смысле человеческую душу, как катки, то ли с огурцами, то ли с капустой. В этом различии между двумя людьми, что у него внутри катка, внутри сарая стоит, у одного катка с капустой. Нет, у него, на самом деле, мне кажется, главная мысль состоит в том, что все содержание, которое у этого сарая, это извини, принесено. Да, конечно. А когда мы говорим индивидуальность, мы-то имеем в виду, что это нечто наше. Да, это второй аспект. Второй аспект вот этого сарая. Не то, что нам привнесено и навязано. А мы сами заслужили. Понятие души, понятие души. Ну вот, почему мне важно было сегодня это дело произнести, вот эту короткую речь. Что мы видим в очередной раз понятие, некоторое понятие души, которое философия, а особенно наш повседневный опыт, никаким образом не обосновывается. С одной стороны, действительно... Потому что, как бы, кажется, что очевидно, что она есть. Да, да. Кажется, что очевидным она есть, то есть есть некая данность. Да, как феноменологически. Феноменологически, но с другой стороны... Я так понимаю, что души уже наполняют содержанием, у каждого она отлична только в том смысле, что у каждого она наполнена разным содержанием. В этом смысле душа индивидуальна. То есть у каждого просто разная бочка с карты. То есть она, возможно, принесена из вне, это уже второй вопрос. Игорь Горисович, как в компьютере из вне можно принести любую программу, так же, как бы, по определенной метафоре, и к душу нашу приносится все содержание. Да. Но оно не может быть не принесено, оно есть. А я убеждаю, что мы индивидуальность, мы, как бы, эту информацию нам не привнуть, это мы ее сами все забираем, мы, как бы, сами ее формируем, сами ее создаем. То есть мы сами, как эту, как партизм, или это, как картизм, мы ее наполняем? Ну, как бы, поняшая вообще... Здесь есть, грубо говоря, место, куда мы... Метафороместа неудачно, потому что, как бы, ну, считай, что душа это некого рода как бы вместилище, куда можно что угодно бросить. Это как бы там... Значит, сами наполняем... Ну, это дикатуска . Сами начинаем наполнять, разве что с определенного момента, конечно. Ребенок, новородный, ничего сам не наполняет. Как это не наполняет? Он видит вокруг себя нечто, и это нечто воспринимает каким-то образом. Ну, вот, сама... Сами строить связь какие-то. Очень важно, важно понять душу не как память. Да, не память это. Потому что понять ее как память, то есть... И если умирает человек, с ним умирает первый снег и первый поцелуй, и первый бой. Да, потому что нельзя... Нельзя понять ее как память, то есть как биографию, как биографию. Да, можно было подумать, что вы как память ставили, записали, и вот это все душа человека. Да, это такой же нелепый редукционизм, как сарай и как компьютер. Конечно, нельзя понять, потому что то, о чем ты говоришь, память, это просто, говоря, цепь внешних событий. Ну, конечно, конечно. Она, естественно, не умирает, потому что есть другие люди, которые эту цепь могут воспроизвести. Умирает отношение к этой цепи. Конечно. Я все-таки держался определение Аристотеля, где душа есть форма тела. Вот есть тело, да, а есть его форма. Не нравится, потому что это тоже самое Декарт получается, что душа, то есть я, есть форма мыслимости. Мне нравится всем. Ну, почему тебе это не нравится? Я же тебе сказал, что я не против «я», потому что можно говорить «я», можно говорить «душа». Просто, как бы, получается, здесь душа какой-то самодеятельной субстанцией, получается, опять решилишена. Душа форма тела. Так, форма без тела не существует? Не существует. Нет никакой посмертности жизни души, но как форма нашего тела, она есть. Ну, так и... Форма тела не внешняя, в смысле, ащертание, а форма в смысле сущности. И «я», в смысле, Декарта, как форма мыслимости происходящего, тоже существует. Да. Ну, вот. Но это тоже определенного рода редукционизм, который до понятия души не дотягивает. Тогда непонятно, как бы, ты знаешь, какое-то определение души, до которого мы дотянуться не можем. Да, я... Нет, надо выбрать что-то, вот, я говорю... Феноменологически. Я просто... Просто я сейчас... Смотри, феноменологически мы как раз понимаем, что наша индивидуальность как-то чем-то как-то должна быть выражена каким-то словом. Вот это душа. Да. Но, опять, ведь наша индивидуальность не сводится к форме мыслимости. К форме тела, боюсь, что она тоже не сводится. Отличается ли наша индивидуальность, то есть, отличается ли отношение, грубо говоря, первого поцелуя у разных людей? Разное ли оно? Не одна ли душа, так сказать, что называется у всех? Ну, одинаковая, думаю. Боюсь, что одинаковая. Поэтому, в некотором смысле, она и не умирает. Ну, в каком-то смысле, да, что я буду жить в мыслях других людей, это, да, это... Смешная мысль, конечно, ввиду своей простоты. Не, ну, я согласен с тем, что, возможно, что и сведение души к этой форме мыслимости, да, тоже как бы... Да, да, это редукционизм, определенный уровень. И получается, что всякий раз, когда мы будем пытаться душу как-то схватить в каких-то терминках, мы всякий раз будем все-таки ее редукцировать к чему-то? Ну, не знаю, может быть, кому-то удастся с ней справиться с этим. Нет, ну, это же вопрос как со свободой, да. Ну, понятно, что это такое, но всякий раз, когда мы будем пытаться ее как-то выявить, да, мы будем в той же проблеме. Ну, вот современная философия, то есть 20-го, 21-го века, она находится на таких романтических, скептических позициях, она полагает, что души нет. Есть различные мемы, то есть эти протекающие процессы. Ну, это сведение человека к компьютеру. Да, это вот... или сведение человека к сараю, номер 12. Ну, это, опять же, говорю, что сначала они подразумевают, что человек все-таки компьютер, а потом не мудрено, конечно, что у него нет души, как у компьютера. Ну, факт состоит в том, что мы сложнее, существо сложнее компьютера, потому что хотя бы такой феномен, как свобода, он как бы не удается его никак предъявить в других формах. Дело в том, что нам при понятии души, получается, не удается предъявить сколько-то вменяемого понятийного аппарата, но его нет куда взять. Но свобода, вот, как бы душа... Но свобода и душа, как бы, это одно и то же. Ну, и со свободой ведь тоже никак не удается справиться. Да, так вопрос, что она есть, и все-таки не дается. Да, конечно, как и душа. Очень, очень, очень интересно. И второй вопрос, в связи вот с этим большим первым, он состоит. А не получается ли, что в понятие души, таким образом, встроено и монетно понятие бессмертия? Ну, я вот, как раз, это второй момент души, который связан с тем, что когда умирает тело, а тело, любое тело умирает, потому что тело, это некий конечный субстрат, да, как бы, и любой конечный субстрат разрушается. И, естественно, возникает мысль, да, как бы, есть ли что-то, что сохраняется после смерти. Ну, вот, на это претендовала всегда душа. Я считаю, что, если душу считать, в каком-то смысле, формой тела, то вместе с... Индивидуальностью. Смертью тела, естественно, умирает и форма его. Никуда она не может никак склониться. Форма не существует без субстрата, да, без материи, которую она оформляет. Хотя это тоже, своего рода, некого рода частный взгляд, да, я с этим тоже согласен. Бессмертие души, это, своего рода, некого рода, может быть, по идеале, только как гипотеза, да, которая никак не может быть обоснованной. Потому что, если, еще раз говорю, возвратиться... Если есть диспертие души, то оно никак не может быть... Нет, если возвратиться к мыслимости, да, опять же, возвратиться, что форма мыслимости, душа как форма мыслимости, то, поскольку мысль не может быть уничтожена, да, ну, не сама мысль, да, как некий процесс, что все-таки растекающий в теле, а мысль в смысле ее содержания, да, как гипотеза, да, как идея, да, как понятие. Поскольку понятие идеи вечной, точно так же вечная душа как форма мыслимости. Но, опять же, это, опять же, это предполагает, что нужно как-то обосновать, почему душа форма мыслимости, а не форма тела. Да. Ну, форма мыслимости и форма тела, это, как бы, почти одно и то же. Нет, ну, форма тела, все-таки, это одно, и форма мыслимости, это другое, это просто разные определения, да. Определения, исходящие из того, что есть некого... Это гилиморфизм, состоящий, что мы все рассматриваем как форму и материка, как форму и содержание. Да, вот я по поводу бессмертия души. Ведь мы же понимаем, что когда мы мыслим пространство, вроде в каком-то смысле мы мыслим его, делящегося до бесконечности. Да. Хотя опыта у нас такого нет, мы ничего не могли, никогда не делили до бесконечности. С одной стороны. А с другой стороны, я хочу, хочется заметить, быть может и в понятие души вложено понятие ее бессмертия. Зачем? Ну, вот так же. Ну, это, знаешь, кратон, что ли, взял по Платону, где там Сократ в тюрьме будущей обсуждает бессмертие души. Там все доводы, они такого же рода, что типа, душа бессмертна, потому что бессмертна, да? Это потому что она причастна идеям, да. Пространство делимо до бесконечности, потому что она пространство. Да. Ну, это как бы не доводы, на самом деле. Там невозможно доказать, что душа бессмертна, из-за того, что она причастна идеям, мыслям, и ничего подобного. Да, да, да. Ну, потому что Сократ занимается тоже редукционизмом определенного рода. Мы же видим, что понятие души, как таковое, оно редукционистским нами не берется. Как и понятие свободы. Мы не можем ее совершить. Проблема-то знаешь, в чем состоит в душе? Проблема состоит в том, что душа, с одной стороны, есть, ну, как бы, мы говорим, форма тела, но причастна телесному, а с другой стороны, причастна мысленному. А у нас, как известно, как, опять же, говоря Декарта, что есть две субстанции, мыслящая и протяженная, да? Ну, и телесная субстанция. Да, да. Каким образом душа мудряется, как бы, объединять их в себе? Какая душа одновременно может быть и в телесной субстанции, поскольку она одухотворяет тело, да? Поскольку тело живет благодаря тому, что не душа существует, да? И смерть как раз и есть в некотором смысле, как бы, разрушение тела, и в том числе и души, которую это тело одухотворяет. А с другой стороны, душа есть, как бы, она как-то соотносится с мыслью, да? То есть она соотносится с нашим я, с формой мысленности. Вот это вот промежуточное состояние души одно и странно. То, что вот мы как-то постоянно метаемся, что форма тела или форма мысленности, то есть это я, это проблема изначального, странного нашего устроения. Что мы одновременно принадлежим и миру, как бы, к конечному, да, к текучему, и миру приобщенными, к некому миру идеи, там, или там, как бы, к мыслимому миру, там, или там, к некому миру, который представлен в виде идеальности некой, в которой мы мыслим. В этом состоит проблема, собственно, как мне кажется, души. И если считаешь, что душа больше приобщена к мыслимому, да, к идеальному, то, конечно же, возникает и идея бессмертия души. Сука, бессмертность – самый идеальный мир. Если же считаешь, что душа приобщена больше к телесному, то отсюда возникает и смертность души. Но ни то, ни другое обосновать невозможно. Да, так и самой душой. Ну что, есть еще что-то сказать? У меня получилось, что это только чисто отрицательное. Ну, я просто никак не выступил, если ты хочешь, к бессмертию впереди, никак не выступил Бог. Да. Нет, дело в том, что можно рассматривать душу, как часть Бога. Ну, как божественную искру в долгую печень. Да, как божественную искру у нас, да. А поскольку божественная искра, как бы, ну, как вообще божественная, она не может переуничтожить и изменчивать. Душа, это своего рода возвращается, после нашей смерти, возвращается обратно к Богу, да, в целом возвращается. То есть, часть возвращается к целому. Это самое древнее представление о том, что такое душа. То есть, когда Дионис титаны разорвали, то часть Диониса попала в каждого отдельного человека. Это, собственно, дионистические праздники, они просто обозначают, что, как бы, люди в некоем экстазе, да, как бы, выходе из себя, опять объединяются и представляют. И это шествие, да, Оргия, она представляет вновь, как бы, вот, объединившегося Диониса. То есть, вот такая метафора, как бы, того, что душа – это вот нечто, как нечто, чем мы приобщены к божественному. Но это миф, да. Но опять же тот самый миф… Да, но хочу, кстати, заметить, что еще здесь душа перестанет, тут быть, конечно, индивидуально. Да, душа здесь… А превращается в некую интеллектию. Да, да, душа здесь неиндивидуальна, естественно, да. Постепенно, по мере того, как человек становится все более, ну, становится все более, как бы, личностью, да, все более и более привитая черта индивидуальности, да, как бы, душа, естественным образом, как бы, обоссабливается и становится нашей собственностью, да, то есть, не собственностью Бога, который нам ее даровал, да, с нами поделился. То есть, Бог нам даровал возможность жить за счет, как бы, умоление себя как бы вошел в нас да и тем самым мы так бы живем а теперь наоборот что как бы душа это нечто наше некая наша собственность как бы которым мы распоряжаемся вот как понимается личность это индивидуальность и первого это вопрос о бессмертии уже не стоит потому что с развитием человека с развитием и дела индивидуальности не связывается ли как раз именно тот факт что душа в нем все более совершенствуется и куда она девается и и тем самым только человек становится более индивидуально не просто индивидуальность развивается в нем душа а душа развивается человека сделать его все более индивидуально делал просто в том что раньше бессмертие душе обосновываться тем что души изначально и общена божественно теперь так ты angry ж твою частную душу больше стона изначально как выявляется твои все что обладает, чем обладаешь ты? Она не моей обладается, она мне дана. Как извини, как бочка привнесена в меня. Я был просто сарай. Если бы я был просто пустой сарай, я бы вообще ничего себе не представлял. У меня поставили бочку, то и душу. И тем самым я стал индивидуальным. А так сарай это были одинаковые. Нет, нет, нет. Тут надо правильно понимать разницу. В том-то и состоит разница, что душа теперь не то, что тебе дано, как бочка, а то, что ты внутри себя как бы созидаешь в виде твоего творческого. А могу ли я созидать? Идивидуальность, и личность, она считает, что есть некий способ внутреннего роста. И вот этот некий способ внутреннего роста, то, как тебя спрашивают, кто ты такой. Ты отвечаешь, я такой-то, такой-то. Я там философ или я там кто-то еще. Ты же не говоришь, что я просто человек. Я доктор, потому что я нашел тросточку. Нет. Смотри, тут факт состоит то, что у тебя есть естественно какое-то начало, которое вообще всем, как в компьютере все одинаковые работают. А есть как бы начало индивидуальности, которое есть только ты. Уникальное, только лично тебе присущее, какое-то такое нечто неповторимое. Понимаешь, как вот ты говоришь, что целый мир уничтожает. Это неповторимость? Вот это неповторимость тебе не дана. Ты ее сам создал. Неповторимость дана изначально в генетике. Изначально тебе в генетике. То есть, грубо говоря, формы. Нет, изначально в генетике дана тебе только некая возможность, которую ты реализуешь как актуальность. Да. Так вот, эта возможность, она у всех одинаковая, только актуальна сразу. Изначально, как бы, в потенции, как бы, все мы обладаем, как бы, возможностью уроста. Одни больше растут, другие меньше растут, как бы. Ну, вот это то, что ты вырастешь, как бы, твоя заслуга. Это и есть то, что, как бы, назвали бы душой. То, что, как бы, то, что ты, чем ты являешься ценным. Вот ты можешь сказать, в чем человек ценен. Вот все люди одинаковые. Ну, тогда получается, получается... В чем человек ценен? Своя индивидуальность. Так получается, что у тебя душа дается во всем своем богатстве изначально. И потом ты просто ее развиваешь. Потому что возможность наполнять эту душу чем-то, тебе позволяет только именно твоя индивидуальность. То есть то, что тебе дано изначально различие от чего-то. Это в древности так, как у Платона, да? Как дети рождаются различными. И поскольку они различные, они различными наполняют свою душу. Я говорю, как у Платона, да? Что знание – это припоминание. Все заранее дано. Все содержание, все богатство мира, оно тебе изначально... Но это одно. Оно дано только в силу своей, а именно индивидуальности, грубо говоря, физиологической, ты раскрываешь те или иные моменты из того, что тебе дано. То есть тебе дано все. Но ты это все не видишь. Ты видишь только части, которые ты можешь видеть в силу своей индивидуальности физиологической. Да это ты не о том говоришь. Нет никакой индивидуальности физиологической. Ну, это изначально. Индивидность есть. Индивидность разная есть. Индивидуальность не разная. Ну, пусть индивидуальность. физиологическая индивидность это различие телесное телесное различие позволяет видеть только не всю как два компьютера отличается чем там царапинами там как краска какой-то внутри не может быть это устроение проще также люди отличаются это не существенно существенно как бы существенно как вы сами себя воспринимаете ты же не воспринимаешь себе как кусок тела кусок мяса и воспринимаешь себе как некую индивидуальность, как личность когда ты спрашиваешь, что ты такой ты же не говоришь, что я кусок мяса развитие индивидуальности на самом лице зависит от твоей телесное телесное да всё зависит ты считаешь как у компьютера один исправный другой неисправный но у памяти 16 гигабайт у другой там один гигабайт но это не существенно с точки зрения, заслуга то не зависит от начального старта заслуг ведь относительно, тебе данной 1 гигабайт ты там нарастил у тебя стал 16 гигабайт заслуги, потому что у другого 16 гигабайт было, а он ничего не нарастил. Вот притча там, помните про эти, про таланты? Одному там, что хозяин дал один талант. В оборотах, второй закопал землю, да. А? А, друг, да, он закопал землю, ему дам был талант, и он вернул этот же талант, и все. А другому было дано два таланта, он там вернул четыре, потому что он нарастил. Поэтому важен нарост, не важно сколько тебе дали, два, один, важно сколько ты прирастил. Ну, грубо говоря, если у тебя память гигабайт, то ты прирастить можешь, грубо говоря, по своей производительности и выполнить только определенные задачи. Да не важно. А если у тебя 16 гигабайт, то ты можешь выполнить задачи значительно более сложные. Заслуга относительно, абсолютно. Естественно, я к тому, что, грубо говоря, программа одна и та же. Давай не будем это обсуждать, заслуга просто относительно, пойми просто во всей своей простоте. Заслуга относительно! Кому давно больше, с того больше спросится. Кому меньше давно, меньше спросится. Почему нужно спроситься больше или меньше? Какая разница? У меня же количество иерархий между индивидностями различными, понимаешь? Есть точнее, но так отчасти только. Индивидность, она вообще никак с друг с другом не соотнести. Индивидность, она есть индивидность. Нельзя сравнить две индивидности. Два тела ты никак не сравнишь. Они просто сами по себе уникальны. Как уникальны? Две руки, две ноги, два глаза. Генетика разная. Кажется, генетика разная. Как каждый человек в своей физиологии, он уникальный. Во многом и генетика одинаковая. Иначе две руки, две ноги, два глаза не выросло бы. Так что вопрос не в этом. Вы в какие-то частности входитесь. Мы пытаемся понять, откуда взялась душа и что такое. А я говорю про индивидуальность. Индивидуальность, это некая надстройка над индивидностью. В смысле индивидности, это один разговор. Откуда эта настройка берется? Кто ее дает? Мы ее покупаем? Мы посчитали, что есть нечто, что должно быть выражено. А имя что нечто? Наша некая личная уникальность. Хорошо. Ты выражаешь личную уникальность. Что такое личная уникальность? Это набор неких способностей. Нет, не способность. А что такое индивидуальность? Способность это опять же индивидность. То, что твоя заслуга. Вот тебе что-то дано и ты это прирастил. Прирастил с помощью чего? С помощью чего? С помощью изначальных неких задатков. То есть изначально задатки ты произдаешь? Ну а как иначе это? Хорошо. Я полагаю, что и заслуга, и заслуга... Что заставлять или задатки работать? Я считаю, что... Некая твоя индивидуальность что? Или душа, которая заставляет? Важно то, что как бы... Термин заслуги и термин этот... Работа над собой, он тоже неудачный. Такой же. Нельзя сводить опять душу к заслугам. Получается, душа это вот нечто такое, что мы не объяснить, не связать с ним не можем. Просто говорим душа и все. И ни о чем. Как и свобода, да. Я говорю, что есть душа... Душа можно было понимать как термин, подносящийся к индивидности, да, вот к нашим как бы... Говорить, что форма тела. Душа... Относящийся к нашей индивидуальности, конечно, что это форма мысленности, допустим. Говорить об этом-то мы можем. Как связать, как это работает? Говорить-то можно все что угодно и связать. Хорошо, это вот это, что из этого следует? Никаких решений, если много лет не могли решения... Да. С точки зрения современной философии, душа это некое фиковое понятие. То есть неправильный термин. Да, неправильный термин. Которому ничего не соответствует. Да, да. А я говорю, что соответствие, то, что есть некого рода это нечто, да, вот, типа личность, там, индивидуальность, как бы ее называть, которые надо выразить. Да, с точки зрения... С точки зрения современной философии, и философия как таковая тоже фейковая, некая деятельность, которая оперировалась такими вещами, которые лишены какого-то смысла. Да. Эта философия представляет собой своего рода, некого рода, языковой игрой, да? Да, 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 да. Да. Что есть некие возможности, которые реализуются в виде философии. Да, ни души, ни бытия... Бытия ведь нету, да, ведь понятно же, что бытия нету, что нельзя сказать, что существительное бытие, которое что-то обозначает. Нету. Да. Нельзя указать... Ты же его произносишь, значит, оно есть... Ну вот-вот-вот. Пальцы-то не покажут. Да. То есть, язык играл-играл, был глагол, то существует, это существует. Что делает? Существует. Да. А теперь предъявите существование... А потом появилась эта глагольная существительная, так, по-моему, это называется, да? И появилась профессия философов, которые о том, чего нету, потому что это просто требование, собственно, языка. Начали рассуждать и с этим оперировать. Просто вот такая кучка бездельников. Вот они начали работать с бытием, с душой, со свободой. Это значит требование языка. Язык у тебя существует? Да. Вот душа, я считаю, вот про бытие я, допустим, в чем-то согласен. А по разу, что я не согласен? Потому что есть индивидуальность, которая требуется вырезать. То есть, язык работает по некоторым... есть индивидуальность, может, язык работает по своим законам, например, он из всех глаголов делает это вольный существительный. нуơi погнали, что только карательское. В субстантивирование должен. Да. Но те вещи, которые он с ним оперирует, то есть, в этой существительной, они в самом деле не существуют, они являются следствием некоторой работы языка. То есть, он все время свои глаголы превращает его в глагольные существительные. Так появилось бытие. Раньше можно... камера существует, стол существует, камень существует. А появилось бытие. Я понимаю, что бытие мы что-то понимаем или это просто пустой звук? С точки зрения современной философии пустой звук. Потому что за ним ничего не скрывается. Потому что это всего лишь работа языка. Если оно ничем не связано, каким образом мы с ним можем работать? Ну вот как-то и можем работать по языковым законам. И начинаем воспроизвести большое количество сущностей, большое количество понятий, которых нет и не было и не может быть. И не с душой. Потому что душа все-таки феноменально нам дана, как и юданис. Ну вот, да. Но современная философия полагает, что, быть может, за душой, за понятием души, всего лишь стоит опять работа языка, а не некая субстанция, на которую это слово, этот термин указывает. То есть, мы говоря, термин душа, мы объясняем нечто, на что показать не можем. Да. Что это работа языка. Вот так как бытие появилось путем создания глагольного существительного, так и здесь появилось. То есть, можно претензию, если уже дальше двигаться, так же и другие какие-то глаголы. Да. Нет, другие категории, да, которые, вот можно, там, причина, она где-то есть, можем указать. Да, да, да. Поэтому философия, она состоит, с точки зрения современной философии, да, она состоит в некой... То есть, язык сам существует сам в себе? Да. И никаким образом действительностью не связан? Ну, в каком-то смысле, да, почти не связан с действительностью. То есть, она вот берет и на основании языка придумывает новые смыслы, которых бы не было, не будет и не может быть. Она их придумывает и с ними поливает. А может ли язык создать из того, из чего-то, что-то, чего быть не может? С чего уже нет изначально языка? Может, химера, допустим. Нет, я понимаю, что химера хими нет. Химеру ты создаешь, химеры нет в самом смысле, что ее нет в действительности. Потому что сама химера, как в языке, она же есть? Да, в языке есть. Так и бытие вы здесь есть. То есть, с точки зрения языка химера существует? Да, так и бытие есть. Ну, значит, соответственно, язык не может создать то, чего в нем нет само. Ну, не знаю, может быть, и может. Он же постоянно растет и развивается. Быть может язык вот создал бытие и создал… Ну, гемера-то, во всяком случае, она может, наверное, наглядно пристать, это как бы нечто, что конструируется из того, что есть. Да, а вот о бытие нельзя наглядно пристать. Нет, ничего. – Химеровоображаемый, да? – Да, что-то такое. – А бытихи – это же невоображаемое нечто, это только мысль. – Да, что-то вот такое, что, быть может, с точки зрения современной французской или уже, наверное, мировой философии, вот люди занимаются вот такой, вот у языка, в его структуре строено то, о чем он говорит, и он живет своей жизнью, как любой инструмент. Он начинает жить своей жизнью… – Безотносительно уже, как бы, федеральность. – И он начинает создавать некие несуществующие сущности различными способами, один из которых превращает глаголов в глагольные существительные. И есть вот такая кучка дурачков, то есть, так называемых философов, которые… – Которые на этом паразитируют. – Которые на этом паразитируют и которые считают, что они занимаются некой полезной деятельностью. – Хорошо, тогда получается, что… – А полезная деятельность состоит в том, что… – Мы же давно уже высказали, философия паразитарная функция. – Да, мы это и говорили, да. – Отсюда получается, что душа, когда мы пытаемся обсуждать термин «душа», вообще никакого отношения к человеку, к его индивидуальности, грубо говоря, к феноменологии не имеет. Поэтому мы и не можем никак ничего связать с человеком конкретно. Мы можем только душу рассматривать в терминах самого того же языка. – Ну, не знаю. Ну, с точки зрения современной философии, да, есть бочки с огурцами, есть процессы, бочки с квашеной капустой есть, робочности нет, два велосипеда… – Я говорю, как индивидности и индивидуально. То есть, мы не можем, таким образом говоря, «душа», не можем под этим подразумевать конкретных людей с конкретными физиологическими данными, грубо говоря. – И можем говорить о душе только в рамках и в терминах «языка». – Ну, не знаю. – Как перейти к конкретному человеку, к конкретной феноменологии? Непонятно. – Нет, я говорю, по отношению к термину Бутиле я согласен с Игорем, а по отношению к термину души я не согласен. Душу можно понимать, как форма тела, то есть, понимать, что есть вещи, то есть, есть живые существа, есть мертвые. И вот, одухотворенность живого существа, то, что живое существо – живое, это и есть душа, некого рода термин, который указывает на то, что он живое. – Все живое имеет душу, растения имеют душу, животные имеют душу. – Это интелехия, это то, что дыхание как бы, жизненное. – Это первый момент. Второй момент, мы говорили, душа есть форма мысленности. То есть, как я, некий субъект, есть наша телесность, а вот есть наша субъектность, некого рода наша мыслимость или наша личная субстанциальность. Это как бы классическая философия, то есть, душа как форма мысленности, да, это вот как я, как это субъект, как это… И возводится все это, в конце концов, к Богу, да, потому что и Бог тоже представляет собой некую роду субъекта, некую субстанцию, которая представляет собой с другой стороны субъекта. Есть третье представление, которое я пытался предложить, как бы, да, там, что… Даже если вот эти две, два, они оказываются чем-то там, ущербными и редукционистскими, то, тем не менее, наша индивидуальность, наше отличие от всех вещей все-таки присутствует, но все это, по крайней мере, в том, что мы индивидуальны. Ваша индивидуальность можно тогда обозначать, как нашу душу. Хотя никакого разговора про бессмертие не идет, естественная вещь. Вместе с нами все умирает и все, что как бы мы, как в виде заслуги нашей индивидуальной там, в течение всей жизни накапливаем. Ну, трудно назвать заслугами, можно сказать, что мы накапливаем череду травм просто. Череду травм, это то, может, череду травм, не важно. У кого-то нога была сломана, у кого-то была рука сломана. Он так жил, и это как бы индивидуальность его. Взяли, человек сгорел, и посмотрели по зубам. А вот, черт возьми, у него была такая насыщенная, индивидуальная жизнь. По слепку зубову, да. Это вот к этому же сводится. Не, это может тоже неудачный способ, как бы, говорения. Но тогда просто, может, тебе душу упразднить, как бы, да. Ну, тем не менее, все равно же надо же как-то выражать, что вот каждый из нас представляет собой личность, есть индивидуальность. Как-то надо это выражать. Можно выражать как я, можно говорить как душа, можно говорить как дух, но какой-то термин использовать надо для того, чтобы это выражать. Ну, надо разбираться. Потому что даже самый отвязный современный французский философ вряд ли в лоб сможет атаковать понятие свободы. Да. Свобода, опять же, да. Та феноменальность, которую требуется как-то все-таки определять, к чему-то относить. Вот относит ее к душе, да. То есть, трудно сказать, что именно свобода, это тоже такое же, типа, отглагольное существительное, или что-то в этом духе. То есть, как бы, бессмысленное, беспощадное следствие работы языка. Да?